Юлия Мясникова, номер 15, Любовь Ященко, номер 21, Ольга Чернова, номер 23, Мария Алексеева, номер 27, Маргарита Мануилова, номер 31, Валерия Писпаликова, номер 63, Анастасия Поздеева, номер 88. Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, приветствую вас в Москве на стадионе «Октябрь» на матче 11 тура женской футбольной суперлиги. Конец октября, пора довольно холодная, но в столице в этом странном 2020 году, конец октября, получается весьма даже приятный, не очень сегодня холодно, невзирая на официальную температуру плюс 6, ветер не сильный, вполне комфортные условия для просмотра футбола. Этот матч относится ко второму кругу текущего сокращенного спринтерского сезона женской футбольной суперлиги. Составы команд уже проплывают на ваших экранах, к ним, разумеется, обратимся мы чуть позже. Сегодня проходит матч между командами, которые занимают первое и восьмое место в таблице, соответственно, первая и последняя команда табеля о рангах женской футбольной суперлиги. При этом чертановские девчонки, которые на протяжении прошедших 10 туров, тщетно пытаются набрать хотя бы одно очко, именно в первом матче против ЦСКА были к этому как никогда близки. Ни до, ни после матча того самого четвертого тура, который проходил в Чертанове, столь близко к набранным очкам не подступались подопечные Сергея Лаврентьева. Все решил. Гол, оформленный аж на 93-й минуте. Гол, который оформила в составе ЦСКА Татьяна Петрова, организовав то ли подачу, то ли удар с правого края. Мяч в дальний угол парашютом завалился, после чего прозвучал финальный свисток. Была зафиксирована победа ЦСКА со счетом 2-1 и армейские девушки помчали вперед за, возможно, вторым подряд чемпионством. Прерывался наш турнир на паузу, связанную с играми национальных сборных. Наша команда под управлением Елены Фоминой великолепно провела два отборочных матча к чемпионату Европы, который пройдет через чуть менее чем два года. В Англии были, соответственно, по очереди обыграны сборные Словении со счетом 1-0 и сборная Турции со счетом 4-0. Проявили себя также представительницы ЦСКА в составе национальной команды, в частности, автором двух забитых мячей в матче против Турции стала Маргарита Черномырдина. И по итогам этого сегмента матчей национальных команд наша сборная закрепилась на второй позиции, которую еще будет необходимо окончательно за собой утвердить. И очень нужно как можно больше мячей во ворота соперниц по оставшимся матчам, а это сборные Косовы и Турции, отправить. Поскольку напрямую на чемпионат Европы выйдут команды, которые в своих отборочных группах занимают первые места и лучшие три команды со вторых мест. Такая ситуация. Этот матч является в некоторой степени репетицией, предварением того, что совсем скоро случится с женским футбольным клубом ЦСКА, а именно исторический дебют в Лиге Чемпионов. К сожалению, мы говорим не про основную стадию, а про раунд квалификации, но это уже последствия того, что российский женский клубный футбол в последние годы именно в рейтингах UEFA несколько опустился вниз. И 4 ноября в 17.00, между прочим, на веб-арене, куда армейские девушки вернутся впервые с начала данного сезона, женский футбольный клуб ЦСКА примет таллиннскую флору. Начало матча в 17.00. Всем советую там быть и поддержать девчонок в этот чрезвычайно важный, ответственный исторический момент. Задача стоит простая. Как минимум пробиться в основной раунд Лиги Чемпионов этого сезона. И два раунда квалификации, которые этому предшествуют, пройдут в один матч. Так что не придется отправляться на ответную баталию против флоры девушкам из футбольного клуба ЦСКА. По таблице женской футбольной суперлиги несколько слов, разумеется, мы скажем. Красно-синий на первой позиции, 26 очков после 10 матчей в активе у команды Максима Зиновьева. На второй позиции идет Локомотив, 22 очка у команды Елены Фоминой. Ширганова замыкает самую турнирную таблицу, ни одного набранного балла после 10 пройденных игровых дней. И всего три забитых мяча в рамках именно женской футбольной суперлиги. Тем не менее, помимо данного турнира, помимо ранее упомянутой мною женской Лиги Чемпионов, также еще имеется и национальный кубок, в котором женский футбольный клуб ЦСКА продолжает участие. Команда Максима Зиновьева пробилась в финал не так давно в матче 1-2 финала. 17 октября он проходил в Рязани. Армейские девушки одержали победу над местной Рязанью БТВ со счетом 2-1. Доминировали красно-синие на протяжении большего времени того поединка. Дублем отметилась Татьяна Петрова, которая автоматически стала лучшим бомбардиром этого турнира. Но в концовке у Рязани БТВ были определенные проблемы, вернее, создали рязанские девушки определенные проблемы ЦСКА и имели возможность перевести этот полуфинал в последующие стадии. Черданова же как раз в Рязани БТВ и уступила на стадии 1-4 финала. В том матче в составе Черданова отличилась Анастасия Тренькина, которая сегодня в резерве. Команды появляются на более главном поле стадиона «Октябрь». Мы готовимся к началу 11-го тура российской женской футбольной суперлиги. Первый матч проходит сегодня. Оставшиеся три запланированы на завтра. Представляем бригаду арбитров сегодняшнего матча. Вот они главные действующие лица прямо сейчас на поле. И мы готовимся к началу матча ЦСКА Черданова в 11-м туре женской футбольной суперлиги. Друзаевка и Кристина Саакян, город Воронеж. Резервный судья, арбитр второй категории Алина Вахрушева, город Москва. Инспектор матча Ирина Филимонова, город Томск. Дорогие друзья, сегодня в России отмечается День тренера. Всем, кто вкладывает душу и силы своих воспитанников. Здоровья, терпения и побед. Низкий поклон тем, кто выводит нас в люди, кто выводит нас в мастера. Спасибо вам, тренеры. Спасибо. Дорогие друзья, еще раз приветствую вас на поле стадиона «Октябрь» на матче 11-го тура женской футбольной суперлиги. Впервые в этом сезоне, впервые в истории я приветствую абонентов Триколор ТВ, которые с этого матча имеют возможность посмотреть в режиме реального времени, в режиме прямой трансляции матчей элитного дивизиона женского футбольного российского первенства. Если вы подключены к этой сети, если у вас имеется приложение на смарт-ТВ, либо на ваших гаджетах, советую наблюдать, следить и болеть за девчонок, которые сражаются порой так, как не сражаются мужчины на футбольных полях. Я думаю, сегодня вы в этом убедитесь. Для вас работает комментатор Сергей Курманов. Приветствую всех тех, кто собрался сегодня в будний день, в это раннее время, посмотреть за этим матчем. С центра поля начинает Чертанова. Сразу обращаем внимание на то, что сегодня команда Сергея Лаврентьева играет по схеме с тремя центральными защитниками. Составы команд я, безусловно, назову, но, пожалуй, посмотрим за атакой, которую лидеры нынешнего сезона проводят через правый край. Там располагаются, соответственно, Валерия Беспаликова и Маргарита Мануйлова, которая вновь выходит на поле в стартовом составе. Мяч должен оказаться в руках у Дианы Пономаревой. С нее и начинаем оглашение состава Чертанова. Диана Пономарева, голкипер номер 27. А далее будем уже разбираться по расстановке, поскольку действительно схема с тремя центральными защитниками. Совершенно точно в центре этой тройки располагается капитан Юлия Бессолова. Самый опытный игрок в составе Чертанова на этот матч. Перехват совершили армейские девушки и подача Габриэль Онгине с левого края также становится достоянием Дианы Пономаревой. Чуть поодаль от Юлии Бессоловой работают Елизавета Семенова номер 77 и Диана Кузьмина номер 20. Семенова левее, Кузьмина правее. В центре полузащиты у Чертанова Алена Андреева номер 8, Ольга Белоусова номер 6. По флангам слева располагается Анастасия Ковр, справа Ксения Чникашвили номер 22 и номер 5. Соответственно, этим девушкам предстоит полностью взять на себя бровку левую и правую. В атаке в центре Дарья Солонович и помогать ей будут из глубины Виктория Дубова и Кристина Комиссарова. Сергей Лаврентьев главный тренер Чертанова. Состав ЦСКА голкипер и капитан команды Эльвира Тодуа номер 1. В обороне справа Маргарита Мануйлова, 31 номер. Слева располагается Ольга Чернова, 23-й. В центре обороны прострел. Очень активно приступают к решению задачи армейские девушки и активно используют правый фланг для развития своих атак. В центре обороны Юлия Мясникова номер 15 и Мария Алексеева номер 27. В полузащите Анастасия Поздеева, 88 номер, Надежда Смирнова номер 10, Татьяна Петрова номер 14. Поддавливает ЦСКА. Очень высокий прессинг и подопечные Максима Зиновьева зарабатывают угловой. По флангам атаки слева Габриэль Онкине номер 7. Справа Валерия Беспаликова номер 63. И в центре нападения Любовь Ященко номер 21. Максим Зиновьев, главный тренер армейского клуба. Смирнова подача. Мяч выбит из штрафной площади. Правда, сложно будет за него в центре поля зацепиться. Продолжается борьба на правом краю атаки ЦСКА. Смирнова еще одна подача. От плеймейкера армейского клуба. От игрока национальной сборной России. Но эта подача остается без адреса. Представлю арбитров. Этот матч обслуживает бригада во главе с Мариной Крупской. Помогают ей Елена Иванова, Кристина Саакян. Резервный арбитр Алина Вахрушева. Инспектор матча Ирина Филимонова. Итак, первое место, которое занимает ЦСКА. И последнее, восьмое место, которое занимает Чертанов. Матч, который прежде всего должен служить для армейских девушек подготовкой и репетицией того, что произойдет через несколько дней на следующей неделе в первом раунде квалификации Лиги Чемпионов. Ну и помимо всего прочего, необходимо вспомнить и восстановить игровые связи, которые, возможно, были несколько утрачены, поскольку вырывалась женская футбольная суперлига на матчи сборных. Поскольку была еще кубковая игра гостевая, вообще давненько красно-синие дома не играли, по-моему, с матча, который аж в сентябре проходил против Енисея. Ну и надеюсь, что сегодня хватит болельщиков для того, чтобы девушки поддержку услышали. Чертанова – это команда, которая в прошлом сезоне выступала куда успешнее. Но надо понимать о том, какая концепция у данного коллектива играть исключительно своими воспитанницами. И учитывая, что поколения меняются, вполне естественно, что в этом сезоне довольно сложно рассчитывать на какой-либо результат, поскольку в составе Чертанова очень много совсем еще юных футболисток. В частности, играющие в Центре обороны Елизавета Семенова четвертого года рождения. В последнее время есть девушки 2003 и 2002 года рождения сегодня в составе. Не хватает, конечно, опыта, который обретается с каждым новым сыгранным матчем. В прошлом туре Чертановские девушки уступили в гостях локомотиву, главному преследователю ЦСКА. Поступили крупно со счетом 1-5. Шансов навязать борьбу опытной, мощной команде, в составе которой огромное количество игроков национальной сборной было чрезвычайно тяжело. Локомотив, по большому счету, Чертановских девушек сдавил. В атаке гость. Ей вот такая проникающая передача. Можно бить. Удар 1-0. Чертанов открывает счет первой же атаки. Кристина Комиссаров восстановится самым настоящим злым гением ЦСКА. Второй гол Комиссаровой в этом сезоне. Второй гол именно в ворота действующего чемпиона страны. 1-0. И вот реакция Сергея Лаврентьева. Вы бы знали, насколько он был подавлен, расстроен, когда не удалось зацепить очки в матче первого круга. Но и здорово. Прогнали мяч по центру до Комиссаровой. Та сумела вильнуть левее и освободиться под удар. И из-под Марии Алексеевой с левой ноги прошивает Комиссарова Эльвиру Тодуа. 1-0 на седьмой минуте. Кристина Комиссарова, которая, между прочим, начинала матч прошлого тура на скамейке запасных. Кристина Комиссарова, которая сегодня все же в роли именно центрального форварда, выступает сейчас по расположению футболисток. Чертанова хорошо это видно. Ничего себе. Хладнокровие Диана Пономарева проявляет. И это Чертанова так под давлением продолжает мяч контролировать. 1-0. Впрочем, были уже в этом сезоне ситуации, когда чертановские девушки, не являясь фаворитом в конкретном матче, счет открывали. Самым, наверное, ярким подобным матчем был тот, что состоялся еще в августе месяце этого года, когда в гости в Чертанова пожаловал локомотив, и когда безумный совершенно мяч прямым ударом с углового в чужие ворота отправила Виктория Дубова. Она сегодня на поле, разумеется. Армейским девчонкам необходимо включаться, просыпаться. При том, что наверняка тренерский штаб как следует настраивал красно-синих на эту игру. Наверняка все же где-то в подсознании клокочет мысль о том, что в этом матче надо пытаться обыгрывать Чертанова на классе и силы сохранять для исторического дебюта в Лиге Чемпионов. Но уже сейчас понятно, что придется все возможные усилия прикладывать. Хороший перехват. Говор. И дальше Комиссарова в штрафной площади. Не приняла Кристина решение, что дальше делать. Пошла к лицевой, чего от нее, в общем-то, соперницы и ожидали. Юлия Мясникова мяч выбьет из своей штрафной площади. Впрочем, тоже не очень далеко. Для тех, кто впервые смотрит матчи женской футбольной суперлиги, в частности для абонентов Триколор ТВ, небольшую лекцию после атаки Чертанова расскажу о том, как вообще проходит данный сезон. Говор. Удар. Да, наверное, других вариантов не было. У Анастасии Говор, футболистки, выступающие сегодня на позиции левого латераля, накрывала уже Мануйлова Анастасию Говор и пришлось пить. Но посмотрите, насколько смело, уверенно пошли вперед гости. И даже при том, что с мячом справиться как-то в предыдущей ситуации игровой не удалось, оказались на чужой половине поля аж в семеро. Бело-синие. Так вот, немного о данном сезоне. Для тех, кто может быть впервые смотрит матчи женской футбольной суперлиги, этот сезон и вправду сокращен в связи с понятными всем обстоятельствами. В два круга всего-навсего, в отличие, скажем, от прошлого сезона, команды проводят суперлигу. Соответственно, до конца сезона после этого матча командам останется провести по три матча соответственно. И в августе очень серьезный напряженный был график. У команд приходилось играть по два матча в неделю, порой даже чаще. Такой нагрузки еще на девчонок не выпадал. А положение вне игры у Габриэля Ангине, у третьего бомбардира нынешнего сезона, у лучшего, разумеется, бомбардира ЦСКА. Камеронский легионер, выступающий на левом фланге атаки, настоящий символ красно-синих, важнейший элемент игры в атаке. Кроме всего прочего, Габи еще способны и в центре нападения сыграть. В частности, Максим Зиновьев довольно часто подстраивает игру в атаке специально под Габи, для того, чтобы ее передачами подруги по команде находили в те моменты, когда она, скажем, остается либо один на один с защитником команды соперника, либо для того, чтобы воспользоваться великолепной скоростью, которой Габи обладает. Пока неплохо ногами играет Диана Пономарева. Там мяч оказался за боковой, но отметим интенцию, желание отправить мяч налево. И бас почти вышел точным. Это Беспаликова. Она прорывается мимо Елизаветы Семеновой. Я уже сегодня буквально пару слов сказал про Елизавету. Юная футболистка, которая, между прочим, совсем недавно только переквалифицировалась в центрального защитника. От нее как раз мяч уходит за лицевую. Изначально Семенова это центральный нападающий. Но жизнь, как говорится, заставила. Полностью менять подход к футболу, позицию на поле. И Семенова с каждым матчем растет. Угловой в пользу ЦСКА. Разумеется, у мяча Надежда Смирнова, второй бомбардир команды, которая, правда, все четыре мяча, которые отправила в чужие ворота, забила с пенальти. И Марина Крупская вмешивается в столпотворение, которое на точке пенальти сейчас имеется. Тесно так, будто бы девушки оказались ранним утром в понедельник в общественном транспорте. Высокая подача дотягивается до мяча и падает. И падает довольно болезненно. По-моему, это Мясникова. Мяч покидает в пределы поля. Будет еще один угловой. Но после того, как на поле отправится врач ЦСКА, дабы оказать помощь Юлии Мясниковой, центральный защитник... Нет, это не Мясникова, прошу прощения. Она как раз рядом стоит с Ольгой Черновой. Так это стоит понимать. Две яркие блондинки в составе ЦСКА. Скорее всего, речь про Чернову все-таки идет. И упала она действительно очень болезненно. Это резерв Черданова на ваших экранах. Настроение хорошее, еще бы. Учитывая то, как матч этот начался. Вроде бы все в порядке с Ольгой Черновой. Это, конечно, приземление на поясницу. Даже отсюда смотрелось чрезвычайно болезненно. Очередной угловой готовят хозяйки. Высокая подача. Угловые очень здорово выстроены в команде Максима Зиновьева. Немало мячей в этом сезоне решили исход тех или иных матчей. Как раз таки отправленных в ворота соперниц после организации стандартов. Беспаликова рвется насквозь. Вдоль лицевой линии к вратарской пока подстраховка в обороне Черданова работает. И назад нужно отыграть. Семенова тут же оказывается под давлением. Татьяна Петрова, которая в последнее время разобивалась, очень активно поддавливает. И она там не одна. В этом прессинге задействуются сразу шестеро игроков. ЦСКА и перехват в глубине совершает Анастасия Поздеева. Важнейший боец в составе армейского клуба. Опорный полузащитник, успевающий и страховать в глубине своих подруг по команде. Успевающие еще и в прессинге максимально активно участвовать. Вообще, именно с точки зрения командной игры, взаимодействий, взаимозаменяемости ЦСКА, конечно, выделяется на фоне других команд женской футбольной суперлиги. Немножко об отвлеченном поговорю. Дело в том, что и вы наверняка об этом знаете, если следите за женским клубным футболом в России. Совершенно туманная, мрачная, очень тяжелая, грустная ситуация складывается вокруг одной из команд. Речь про Рязань ВДВ. Несколько недель назад было объявлено о том, что в конце сезона эта самая команда будет ликвидирована. И каким-то образом, собрав себя в кулак, девчонкам из Рязани ВДВ нужно доигрывать данный сезон. Российский футбольный союз всячески прорабатывает эту ситуацию, пытаясь найти варианты, как избежать этого печального исхода. После атаки ЦСКА продолжу. Ангена не придумала ничего лучше, кроме удара с места, без движения. Здорово поддавила Чернова, которая оказалась в опорной зоне. Подача, выбить мяч нужно. Либо вот так адресно его отправить Виктории Дубовой. И пытаются прежде всего именно длинными передачами искать впереди Слонович и Комиссарову подруги по команде. Очень бы хотелось, чтобы Рязани ВДВ, команда титулованная, команда историческая для российского женского клубного футбола, команда очень важная для региона, осталась в живых. Чего я очень сильно желаю. Я думаю, что многие ко мне все должны, по идее, присоединиться. ЦСКА тем временем в атаке. ЦСКА окончательно захватывает территорию. Мануйлова подача. Выбивается мяч. Из штрафной площади Юлия Бесолова, опытнейший боец, центральный защитник. Этот мяч вперед выбивает. Отмечу даже при том, что Чертанова в этом сезоне с точки зрения набора очков выступает довольно депрессивно. Тем не менее, тренерский штаб национальный спорный на предыдущие матчи все-таки вызвал одну футболистку из команды Сергея Лаврентьева. Это Ксения Джаникашвили, которая сегодня играет по всей правой дальней от нас в первом тайме Бровки. Она играет под номером пятым. Ну а сборниц в составе ЦСКА, конечно, значительно больше. Смирнова. Очередная подача короткая на сей раз на ближний угол вратарской. Еще одна попытка будет наверняка. Смирнова пытается выдавливать ее. Соперница, но не получается это до конца. И тут же удар в ближний угол, который, разумеется, Диана Пономарева контролирует. Ну и, наверное, стоит взять небольшую паузу. Галкипера Чертанова, учитывая то давление, которое в последние минуты активно оказывает цель. ЦСКА. Кстати, еще два слова о Юлии Бесоловой, капитане Чертанова, я скажу. В прошлом матче против Локомотива она провела свой сотый матч в составе Чертанова. Раз нарушение правил, пока, правда, без желтой дела обходится. Поклонники Чертанова, которые даже сегодня здесь на трибунах имеются, подарили Юлии специальную футболку с золотой цифрой 100, символическую капитанскую повязку и именной баннер, который должен, по идее, на каждом домашнем и выездном матче Чертанова фигурировать. ЦСКА готовит очередной стандарт. До ворот, конечно, далеко, но есть кому головой сыграть успешно. В штрафной площади вылетает довольно смело, где-то даже, возможно, беспечно. Пономарева и сносит буквально, по-моему, Анастасию Поздееву. Да. И вновь требуется пришествие врача ЦСКА на поле. Правда, изначально Анастасия вела борьбу с кем-то из состава... Чертанова в полете коленом попала в Поздееву Пономарева. Может быть, еще и неудачно приземлилась на опорного полузащитника ЦСКА. Что-то часто и много достается армейским девушкам в первой половине первого тайма этого матча, где, безусловно, ЦСКА является фаворитом, но пока на деле подтвердить этот статус не удается чрезвычайно больно Поздеевой. Но чтобы ее заставить добровольно покинуть поле, нужно очень сильно постараться. Самый настоящий боец в составе армейского клуба, но и ей требуется помощь. Ситуативно в меньшинстве Остается команда Максима Зиновьева, которому нужно серьезно задуматься о том, что происходит и что с этим делать. Ставит корпус, но, знаете, так на грани действует Мясникова. Как мне показалось, это центральный защитник сборной Казахстана. Но это еще один показатель того, что, во-первых, в женской футбольной лиге довольно высоко поднята планка обведения борьбы. И поверьте мне, если ни разу не видели ни одного матча в рамках этого турнира, то вы будете серьезно удивлены тем, каким образом порой эта борьба проходит. Бескомпромиссно, порой даже безжалостно. Мануйлова неплохая, между прочим, передача. Но давайте похвалим линию обороны Черданова, которая сегодня составлена из пяти защитников. Уже, по-моему, в третий раз за 20 минут в офсайдную ловушку сумели белосиние заманить Габриэль Онгены. Маргарита Мануйлова постепенно отвоевывает место в стартовом составе ЦСКА на правом краю обороны. Карина Блынская сегодня также в резерве. Интересный маневр совершила Мануйлова, играющая под номером 31-м, сместившись в атаке в середину и с полуфланга уже передачу лифея выдавая. Неплохую борьбу навязывают гости в центре поля. Это фолл, безусловно. Но, скорее, не из желания кого-то уронить, а просто из опоздания к мячу. А здесь чисто, считает Марина Крупская, оставляя мяч чердановским девчонкам. Ковар. Неплохо пока работает левый фланг. Давайте отметим Дубова. Сразу в середину в борьбу, поскольку уже нагнала Дубову соперница. И замена готовится. Первая замена готовится уже в составе ЦСКА в середине тайма. Неужели Анастасия Поздеева действительно получила серьезную травму и не способна сегодня участие в матче продолжить? Нарушение правил. Да, да, подталкивала, подталкивала Любовь Ященко в спину Елизавету Семенову. Маргарита Черномырдина. Убровки. Последнее приготовление к выходу на поле. Маргарита Черномырдина, футболистка, играющая на позиции центрального атакующего хавбека. Да, Поздеева покидает поле и тут же уходит в раздевалку. Здоровья мы желаем Анастасии. Что-то очень серьезное. Держится она за поясницы, за ребра, кажется. Надеюсь, что все обойдется с опорным хавом ЦСКА. И как же обидно получить повреждения еще и в преддверии дебюта в Лиге Чемпионов. В атаке армейские девушки. Хорошая передача через правый полуфланг. Навес опасный Смирнова организует. Но бежать еще и бежать до мяча. Габриэль Ангенея мяч этот покидает поле. Двойная сразу замена от Максима Зиновьева. Маргарита Черномырдина, номер 70, меняет Анастасию Поздееву. Замена по позиции. Анастасия снова, повторюсь, желаю здоровья. Ага, и Любовь Ященко тоже поле покидает. И вместо нее Валерия Безенкова выходит на поле. Правильно, правильно сейчас делают болельщики ЦСКА, что поддерживают Анастасию Поздееву. Замена Любови Ященко все-таки, наверное, имеет прежде всего тактический характер, поскольку игрой в атаке Максим Зиновьев ни в коем случае не должен быть доволен. И вот так резко, радикально реагирует уже на 24-й минуте. Структурно женский футбольный клуб ЦСКА не поменяется. Черномырдина занимает позицию в центре поля выше Петровой и Смирновой. Соответственно, Валерия Безенкова в центре нападения. Возможно, по замыслу Максима Зиновьева, Безенкова должна добавить в динамике, в интенсивности, в прессинге в том числе. Давление требуется оказывать на чужую линию обороны. Здорово играет Елизавета Семенова. 16 лет полных только-только в этом году исполнилось. Представьте себе. Пауза. И вновь требуется выход на поле врачебной бригады ЦСКА. Что же такое сегодня происходит? Но это следствие заряженности на борьбу команды Сергея Лаврентьева. Следствие желания на всех участках поля до последнего работать и действовать дисциплинированно. Вот что случилось. По голове досталось в верховой борьбе. По-моему, пострадала Мария Алексеева. От Смирнова все же это была. Под номером 10-м играющая. И вновь придется какое-то время в меньшинстве отыграть красно-синим. В то время, как именно помощь Смирновой оказывается за дальней бровкой. Удерживает мяч у себя Дубова, невзирая на участливое внимание и борьбу со стороны двух соперниц. Еще и скидка вперед от Солонович. Автора единственного гола Чертанова в матче против Локомотива в прошлом туре. Надежда Смирнова в это время на поле возвращается. 26-я минута. 1-0 в пользу Чертанова, что само по себе сенсация на седьмой минуте Кристина Комиссарова. В первой же атаке Чертанова, которая добралась до оборот Эверы Тодуа. Гол оформила. Хорошая работа в отпоре. И вот Каби Ангене возвращает ей мяч к Ширдамырдина. Подача неплохая. Есть прием. Удар нужен. Удар все еще возможен, но лишает Ксения Чаникашвили такой возможности, оказавшуюся в центре нападения. Между прочим, Надежда Смирнову, которая вновь держится за лицо. Да, свободы сегодня Чертановские девушки соперницам не предоставят. Особенно при розыгрыше подобных атак. Так, перевод налево. Тут же подача в исполнении Валерии Безенковой, которая зарабатывает угловой. Так, в 27-й минуте можно констатировать простой и очевидный факт. Этот матч для действующего чемпиона страны, для команды, которая лидирует в нынешнем сезоне, ни в коем случае не получится проходным, простым. Чертановские девушки настроены, наконец, пополнить копилку очков. И более того, не забывают те и про контратаки, но, конечно, с Габриэли Онгене кому-либо, в принципе, в этой лиге бороться на дистанции, на скорости будет сложно. Подача неплохая. И удар, вот так вот, ныряя к границе вратарской, после подачи с правого края, удар этот наносила Валерия Безенкова. Ну вот, заметьте, момент, связанный с перестроениями ЦСКА. Безенкова ушла на левый край, атаки в центр переместилась Габриэль Онгене. И при том, что, безусловно, ЦСКА больше владеет мячом, при том, что ЦСКА довольно часто и подолгу с этим самым мячом находится на чужой половине поля, пока без голевых моментов. Возможно, первый будет именно сейчас, но удар уж очень простой нанесла Габриэль Онгене. Впрочем, ее уже выдавливали, и нужно было что-то решать. Не попала она в угол, попала по центру. Там Диана Пономарева, которая хоть и пыталась через левый край запустить контратаку Чертанова, но справиться с мячом было сложно Анастасии Говар, которая по первым минутам была чрезвычайно активна, поддерживала атаки по своему флангу. Сейчас же нужно заниматься разрушением. Без Паликова подача! Ух, какая борьба! На втором этаже мяч, впрочем, уходит от Пизенковой за пределы поля. Намерение Пане Аплею сейчас подсказывает. Вот сейчас именно на ваших экранах. Максим Зиновьев, давайте усиливаем надлеск, усиливаем давление, давим, насколько это возможно. Безусловно, Диана Пономарева не будет рисковать с выводом мяча на коротке. Это Алана Чочиева, центральный нападающий. Щертанова. Жесткий, бескомпромиссный игрок. Чувствующий себя максимально комфортно в любом единоборстве. Алана способна доставить проблем любой обороне. Можно ли говорить о том, что ЦСКА за прошедшие почти полчаса доставил проблемы обороне Чертанова? Наверное, да, но лишь частично. Возможно, сами подопечные Максима Зиновьева не до конца понимают, что сейчас творится, почему такой счет на табло и почему не удается сопернику, который явно ниже классом, откровенно, давайте это признаем, легко переиграть. Подача от Мануэлова и пока это, наверное, самое часто используемое средство доставки мяча в чужую штрафную армейскими девушками. Диана Пономарева пока работает безошибочно. Снова обращаюсь к абонентам сети Триколор ТВ. Этот матч является первым из шести, которые будут показаны в прямом эфире, которые будут доступны именно оппонентам Триколора. После этой ЦСКА продолжу подкат чистый. Чистый подкат Юлии Бессоловой, который вынуждает отыграть Габи Онгене назад. Кроме сегодняшнего матча завтра, «Зенит Локомотив» также будет вам доступен. И еще четыре поединка вплоть до конца сезона. Можно атаковать дальше. Мануэлова прострел. Удар будет чей-то? Будет. Правда, в этот удар Онгене вмешивается Ксения Джаникашвили, которая бесстрашно бросилась в ноги Габи Онгене. И, может быть, даже слишком опрометчиво. Выключились из эпизода защитницы Чертанова. Да, ну, слушайте, очень рискованный эпизод. Попади в ногу Джаникашвили. Это был бы пенальти, причем без споров и дискуссий. Смирнова подача. Вновь здорово играет Юлия Бессолова. Подпор в глубине за ЦСКА. Так вот, помимо сегодняшнего матча и завтрашнего поединка в Петербурге, где сыграют «Зенит» и «Локомотив», также абонентам «Триколор ТВ» будут доступны следующие матчи. Это «Локомотив» «Звезда 2005» 7 ноября, 8 ноября «Рязань ВДВ ЦСКА», 15 ноября «ЦСКА» «Звезда 2005» и 22 ноября «Краснодар» «Зенит». 32-я минута подходит к концу. Я думаю, что за исключением не столь частого нахождения на чужой половине поля, за исключением, откровенно говоря, небольшого количества даже не контратак, а попыток он и соорудить, Сергей Лаврентьев в происходящем к данной минуте должен быть доволен. Но то, что ЦСКА будет давить, мячом владеть, атаковать много, это понятно. Пока удается избегать прямых опасностей для Дианы Пономаревой. Очень ответственно, внимательно сегодня работают чертановские девушки, которые играют по, ну, в общем, наверное, в чем-то даже новой схеме. 5-3-2, которая очень хорошо вот сейчас позиционно видна. Хорошая длинная передача владеют такими и Мясникова, и Алексеева, тем паче. Есть на кого такие переводы вперед загружать и на Ангине, и на Безенкову. Угловой зарабатывает Габриэль Абуди Ангине. Угловых так уже, вот, 6-7-то наберется к данной минуте для ЦСКА. И, разумеется, Смирнова у мяча. Аккуратная мягкая подача, скачет мяч по штрафной, выбивает его уже в падении Алена Андреева. Честно говоря, после столкновения и ни одного даже, которое случилось в центре штрафной Чертанова, каждая подобная подача мной уже рассматривается с некоторой тревогой. Но пока обходится. Удар заблокирован. Дальше передача была безадресная вперед по оси поля, по центру направленная. И чертановские девушки имеют возможность выдвинуться вперед, но с опаской оглядываются на свои ворота, на забегающих им за спины Безенкову, Ангине и остальных. И заметьте, пока линию выдерживать удается Белосиним, неоднократно уже в сети этой самой офсайдной ловушки подопечные Сергея Лаврентьева ловили и продолжают заниматься именно этим. Болельщиков команды костей, я думаю, хорошо сейчас слышно. Что-то в районе человек 15 на гостевом секторе наблюдаем. Так, это, возможно, обрез на нарушение правил в борьбе совершает Маргарита Черномордина. Пока что не часто доводится о ней говорить, а поговорить стоит. Рита была игроком основы в начале сезона, получила травму, затем долго восстанавливалась. И очень здорово Черномордина провела матч против сборной Турции. Но об этом позже, разумеется, в атаке ЦСКА. Петрова слева оказывается и грамотно, на опыте. Подставляется под этот фолл, зарабатывая чрезвычайно опасный штрафной. На опыте я сказал, да, ну, быстрый мяч как был разыгран, нужно пытаться его выбить. Но тут оказывается уже справа Ангине. Под ней есть Ольга Чернова. Тут же следует загруз. Беспаликова. Пробиться на силу за счет давления, за счет тарана, так сказать, пока не удается. В штрафную площадь желтая будет здесь предъявлена, бросившийся в подкат, очень безрассудно. Номеру 23-му это Ольга Чернова в составе ЦСКА. И теперь уже требуется помощь пострадавшей в составе Черданова. Это Виктория Дубова. Ни в мяч, ни в ногу, в принципе, не сыграла, казалось бы, Чернова. Но самонамерение, безусловно, выглядело чрезвычайно опасно, потому и среагировала Марина Крупская. Вроде бы с Дубовой все в порядке. Повторюсь, Виктория Дубова, которая сейчас на ваших экранах была претендент на звание самого красивого, невероятного гола этого сезона. Сухой лист она отправила в матче против Локомотива в первом круге. 37-я минута. Диана Пономарева загружает мяч вперед, за который было бы очень неплохо уцепиться. А мяч именно от Алены Андреевой за боковой отправляется. И нужно вновь за линию этого самого мяча перемещаться на свою половину поля. Встречать, дабы довольно быстро развивающуюся атаку. Подача! На которую стремилась откликнуться Маргарита Черномырдина. Автор дубля в составе национальной сборной России. Два мяча она отправила в ворота турецкой сборной. Посвятила эти два гола своим родителям, которые в тот день праздновали юбилей свадьбы. И брату своему, который в тот день праздновал день рождения. Маргарита Черномырдина имеет прямое отношение к Чертанову. Выступала там довольно долго воспитанница этой футбольной академии. Навязывают втроем борьбу ближней бровки гости. Мяч, правда, от ноги Комиссаровой поле покидает. Но могут остаться здесь же белосиние и продолжить борьбу длинной передачи. Вот что требуется армейским девушкам. Поиск Габи Онгене на пространстве на скорости. Перевод поперечный. Что можно бить, наверное, штрафной удар. Да-да-да, и это будет очень опасно. На замахе была убрана Ксения Джаникашвили, которая понеслась вперед. Мяч выхватывать, вырывать, срезать Ольга Чернова. Сыграла очень разумно, спокойно. Предвидя такие последствия. И таким образом чрезвычайно опасный штрафной мяч. Менее чем в метре от границы владений Дианы Пономаревой. Ну что, Смирнова, наверное. А она штатный исполнитель стандартных положений в составе ЦСКА. Но именно она у мяча. Девушки, внимание, говорит Марина Крупская. Дымы. Все внимания. Вряд ли есть сомнения в том, что будет удар. Но вот каким он будет. Дистанция убойнейшая. Итак, Смирнова. Аккуратный удар. Какой полет Дианы Пономаревой. Сейф в исполнении иголкипера Чуртанова. Классный эпизод. Динамичный, красивый. Исполняла именно этот штрафной. Надежда Смирнова не била, а направляла аккуратно, мягко, пластичный мяч. Вправо от себя угол. Подача с угла. Скидка талии. Никого не оказалось у дальней штанги. Подбор за Ангене. Подача Пономарева. Это нарушение правил. Игра на голкипера нелегитимная. Пять минут осталось продержаться Чуртановским девушкам до перерыва. В этом сезоне, конечно, проблемы. Во вторых таймах преследует Чуртанова. Но мы смотрим за этим полетом Дианы Пономаревой. Роскошный сейф после прекрасного удара. Так вот, проблемы весь этот сезон. Чуртанова преследует после перерыва. Команда неоднократно проводила очень солидные, приятные глазу первые таймы. Но на вторые зачастую не хватало сил, что тоже обусловлено средним возрастом игроков Чуртанова. Сложно выдерживать 2 по 45, когда тебе 16-17 лет. Многие наверняка мне возразят, но для девчонок у нас это в новинку. Особенно в рамках того, как этот сезон развивается. Желтую получает Маргарита Манулова, которая, по мнению Марины Крупской, неспортивным путем повелась себя против Дубовой. Но оцените. Но я не уверен в том, что толчок в спину такие последствия мог предполагать, но намерение Мануловой было вполне очевидным. Вот вторая желтая карточка для футболисток ЦСКА. Первую получила Ольга Чернова. Думается мне, что цифры по владению мячом будут что-то в районе 72-3% в пользу ЦСКА, но само по себе владение пока ничего армейским девушкам не дает. Вот такие моменты должны быть. Это свисток, это должна быть карточка. По идее, это штрафной удар. Неужели Марина Крупская не достанет из кармашка желтую? Подкат сзади, удар в ногу. Всеобщем, довольно очевидно, любопытно. Но разбираться, конечно, Ирине Филимоновой. Так или иначе, штрафной удар. Подача. Выбит мяч Дарьи Солонович. Пытаются чертановские девушки все-таки навязать хотя бы борьбу за этот второй уже мяч. Но в глубине с контролем пока все в порядке. У хозяек был стык очень жесткий. В центре поля лежит на газоне представительница Чертанова. Прихрамывает оказавшаяся с ней один на один Ольга Чернова. С правой ноги передача вперед и самая аккуратная. Вот только сейчас Марина Крупская берет паузу. Беспощадный совершенно первый тайм. Одна вынужденная замена. Это что за решение, спрашивает Максим Зиновьев. Имеется в виду решение атаку остановить? Да, это не менее болезненно, чем последствия многих стыков, которые сегодня в первом тайме мы уже наблюдали. И помощь оказывают вновь Виктории Дубовой. До конца идут подопечные Сергея Лаврентьева, которого мы только что увидели на экране. Ну и прихрамывает, причем довольно заметно, Виктория Дубова. Как бы замена не потребовалась в самое ближайшее время. Дубова Вика слышим из гостевого сектора. До перерыва тем временем остается полторы минуты. И то, что обязательно Марина Крупская еще компенсирует ко времени тайма под номером один. Учитывая большое количество пауз, учитывая две замены. Я думаю, что минуты две сверху отыграют. ЦСКА и Чертанова в первой половине этого матча. Диагональ. И тут же Бессолова страхует своих подруг по обороне. Причем страхует так, что мяч покидает пределы поля от ноги Беспаликовой от ворот Диана Пономарева. Ну что, движемся мы постепенно к антракту. Вот этот специалист, который только что был на экранах, наставник Чертанова. Дождется, конечно, свистка на перерыв, но я думаю, что в своей голове должен признать первый тайм успешным. Даже при том, что после забитого мяча, каких-либо атак, не говоря уже про их остроту, мы от гостей не видели. Терпеливая, жесткая игра в обороне. Вот еще одно свидетельство того, что сегодня пленных никто не будет брать. Как же сражаются, сталкиваются, стыкуются буквально соперницы. Ну что, две минуты? Три минуты. Логично. Две замены, один кул, с которым последовало празднование. Неоднократный выход на поле врачей. Пауз хватало. И вполне объяснимо, почему именно три минуты Марина Крупская компенсировала ко времени первого тайма. Дорогие друзья, в перерыве, разумеется, лучшие моменты и пока единственный гол мы покажем. Ну и заранее, наверное, анонсирую, что после финального свистка через некоторое время также пообщаемся с главными тренерами обеих команд и с игроками чертановой ЦСКА. Так что по окончании второго тайма не переключайтесь. А пока мы доводим до конца тайм под номером один. Тайм, который начался неожиданно и обернулся весьма сенсационно в виде первого гола именно чертанова. Я имею в виду эту самую сенсацию. Напомню, автором гола стала Кристина Кенесарова, которая в этом сезоне два мяча оформила и два мяча суммарно в ворота именно ЦСКА. Затем постепенно наращивали давление, набирали обороты красно-синие. Где-то даже прижимали чертанова к штрафной площади Дианы Пономаревой. Давили. Были удары в створ, по-моему, в количестве двух, когда в контратаке убила со средней дистанции Габион Гене. Низом, правда, прямо в колкипера. Ну и роскошный штрафной пыталась использовать Смирнова, но команду спасла Диана Пономарева в прекрасном прыжке, отразив мяч у ближней к нам штанги. Две минуты из трех уже миновали. Ну и также напомню, что две замены в первом тайме в середине Онова совершил Максим Зиновьев. Одна замена была вынужденной, получила повреждение Анастасия Поздеева, которой мы вновь желаем здоровья и скорейшего возвращения в строй. Желаем обойтись без серьезной травмы, которая перечеркнет желание принять участие в матче Лиги чемпионов 4 ноября. Также поле покинула Любовь Ященко. Со скамейки запасных вышли Маргарита Черномырдина и Валерия Безенкова. Два мяча на поле, какая-то суета. Эльвира Тодо командует своей обороне уже, наконец, позиции занятий выдвигаться вперед. Что-то немножко несуразное происходит в концовке первого тайма. Совсем скоро мы услышим свисток Марины Крупской. Ну а пока еще одна последняя атака первого тайма. Ангена назад, Мануйлова, подача. Удар в касание заблокирован. Вторая попытка еще может быть. Момент Беспаликова. И смело вырывается на нее голки Пердьяна. Пономарева накрывает Беспаликову в момент удара. И на этом завершается эмоциональный, тяжелый, боевой первый тайм. Завершается он в пользу Черданова на седьмой минуте. Счет открыла Кристина Комиссарова. Дорогие друзья, в самое ближайшее время увидим мы лучшие моменты и тот гол, который Комиссарова, вот она, в начале матча сумела оформить. После чего немного отдохнем и морально приготовимся к сражению во втором тайме этого матча. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... 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 будем разбираться поможет нам в этом повреждение не позволяет матч продолжить но по Ольге Черновой мы разобрались итак можно составы ВНФ оглашать с учетом всех изменений которых в общем-то хватало к данному моменту времени это касается обеих команд второй тайм ЦСКА Чертанова 1-0 в пользу гостевой команды в начале первого тайма голом разжилась Кристина Комиссарова состав белосиних голкипер номер 27 Диана Пономарева в центре обороны тройка защитников в центре Юлия Бессолова номер 7 капитан команды правее Диана Кузьмина 20 левее Елизавета Семенова 77 по флангам обороны справа Ксения Джаникашвили 5 слева Анастасия Говард 22 прострел касание удар с полулета нанесла Габриэля Нгене удар не плотный не сильный мяч в руках у Дианы Пономаревой в полузащите Чертанова сегодня играют Алена Андреева номер 8 Ольга Белоусова номер 6 следует понимать так что Кристина Комиссарова номер 9 опускается в среднюю линию в нападении Дарья Солонович 29 и Алана Чочиева 21 которая вышла на поле в перерыве вместо автора гола пардон вместо Виктории Дубовой номера 25 Сергей Лаврензиев главный тренер Чертанова команда которая играет по схеме 5-3-2 возможно сейчас эта схема несколько видоизменится во всяком случае Алана Чочиева впереди оказывается в одиночестве возможно Солонович переместится в среднюю линию либо на фланг нужно еще понаблюдать ЦСКА Москва голкипер номер 1 и капитан команды Эльвира Додуа в обороне справа номер 8 Карина Блынская слева Маргарита Мануйлова номер 31 первый и именно через ее фланг контратака Чертанова развивается Солонович передача это либо защитнице либо Эльвире Додуа которая негодует в силу того что уже сказала что мяч сама заберет но ее не послушала номер 27 Мария Алексеева центральный защитник рядом с которой на этой позиции играет Юлия Мясникова номер 15 в полузащите располагаются у ЦСКА Татьяна Петрова номер 14 и Надежда Смирнова бывший капитан команды номер 10 с капитанской повязкой Смирнова выходит в тех матчах когда Эльвира Додуа на скамейке запасных остается в атаке слева 20 Валерия Пизенкова справа 63 номер Валерия Беспаликова под нападающим 70 Маргарита Черномырдина в нападении номер 7 Габриэль Онгине Максим Зиновьев главный тренер ЦСКА который к данной минуте уже совершил три замены две в первом тайме первая связана с травмой которую получила Анастасия Поздеева и мы с коллегами посмотрев на этот эпизод обсудив его который случился в первом тайме пришли к поводу что потенциально что-то с ребрами возможно даже перелом у Поздеевой которую вероятно увезли на карете скорой помощи кроме Поздеевой поле покинула Любовь Ященко чей игрой Максим Зиновьев очевидно остался недоволен тогда на поле появились Безенкова и Черномырдина мы в перерыве имевшую желтую карточку Ольгу Чернову сменила Карина Плынская таким образом Маргарита Мануйлова переместилась на левый фланг обороны А Плынская заняла привычное место на правом краю защиты этот матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мариной Крупской помогают ей Елена Иванова, Кристина Саакян Алина Вахрушева это резервный арбитр Ирина Филимонова инспектор матча меня зовут Сергей Курманов всех абонентов Триколор ТВ в НЭФ приветствую на этой первой исторической трансляции матча женской футбольной суперлиги в таком формате торопятся уже армейские девушки понятное дело необходимо как можно быстрее счет сравнять не солидно действующему чемпиону лидеру сезона вот так проводить матч к 51 минуте имея преимущество игровое и по владению мячом и по ударам но при этом давайте отметим моментов которые можно было бы назвать голевыми в первом тайме было очень немного у ворот Дианы Пономаревой которая в НЭФ сыграла надежно пробила во время атаки с ходу низом по центру Габриэль Онгене был чрезвычайно опасный штрафной в исполнении Надежды Смирновой который заставил Диану Пономареву полетать в остальном при всем давлении при всем прессинге при тех ударах которые были нанесены чердановские девушки довольно уверенно в обороне справлялись но два момента конечно должны очень серьезно напрягать Сергея Лаврентьева первый связан с тем что его команда традиционно в этом сезоне проседает именно во вторых таймах именно функционально проседает и второй момент связан с тем что Чертанова после забитого мяча в начале первого тайма особенно в атаке себя никак не проявляла подача удар опасный тащит Пономарева вторая волна атаки может подняться мгновенно над ее воротами Ангена назад Мануйлова на правую удобнее мяч прикладывать удается Маргарите это сделать продолжает вот движение прострел осталось правда без дальнейшего движения но сольный проход Маргариты Мануйловой мы конечно оценим вообще активно она подключается к атаке это было и в первом тайме на правом краю это сейчас активно и на левом фланге максимальное вовлечение всех возможных для атакующей игры футболисток сегодня во втором тайме будет опасный момент удар с опозданием все-таки Черномырдина наносила потому что успела на нее выдвинуться кажется это была Алена Андреева и заблокирован был этот самый удар длинный пас вперед и падает на газон Алана Чочиева не видит нарушения правил в этом эпизоде Марина Крупская Чочиева тем временем только-только поднимается на ноги действительно Алана в роли единственного форварда оказывается ярко выдвинутого вперед Солонович действует правее и чуть глубже тройка центральных полузащитников уже мной была обозначена Смирнова скидывает мяч дальше очень высоко располагается линия обороны и линия нападения соответственно у ЦСКА задачу набирать три очка сегодня никто не отменял а вот пользу у Чертанова тем не менее и Максим Зиновьев на бровке эмоционирует и не он один нервничает наставник ЦСКА его можно понять он уже покидает пределы своей тренерской очерченной зоны о чем того должны предупредить в это время чертановские девушки пытаются мяч вперед отправить со своей половины поля в резерве у обеих команд следующие футболистки имеются отмечу что на этот матч лишь один голкипер заявлен у Чертанова и этот голкипер Диана Пономарева в запасе Анастасия Олегина подача даже удар скорее и вновь в игре Диана Пономарева я думаю что за прошедшие восемь с половиной минут во втором тайме та совершила больше сейвов чем за весь первый тайм навалились конечно хозяйки Буттинати и продолжают попытки тараном пробить брешь в чужой обороне продолжается атака тем временем проникающая передача дальше Безенкова положение вне игры у 20 номера ЦСКА так вот в резерве у Чертанова помимо Анастасии Олегиной Светлана Елисеева Анастасия Кулакова Камила Абашилова Мария Козик Анастасия Тренькина Дарья Новик варианты разнообразные имеются но почти все те кого я назвал это все абсолютно футболистки 2002 года рождения или младше в запасе у ЦСКА голки перы Анастасия Ананьева и Елизавета Щербакова а также из тех кто на поле еще не вышел Дарья Яковлева Юлия Плешкова да и все в общем-то пространства для маневра очень немного ныне у Максима Зиновьева который уже три замены совершил одну из которых справедливо называть и вынужденной мы разумеется вновь посылаем учи поддержки Анастасии Поздеевой которая получила травму и эта травма возможно не позволит Поздеевой принять участие в историческом для ЦСКА матче в лиге чемпионов против таллиннской флоры в квалификации этого турнира матч пройдет напомню на веб-арене 4 ноября в 17.00 Диана Пономарева разумеется не будет спешить как бы столь рано желтая карточка ей не была показана за затяжку времени игры да нужно гетры поправить разумеется как же без этого цену времени знают чертановские девушки я думаю что в следующий раз когда Пономарев будет стоить долго и основательно готовить ввод мяча в игру желтым может вполне и показаться Блендская и туда по бровке на ускоряющуюся из палек его передача была сделана но туда же сместилась и Габрель Ангене еще одна подача очень глубоко располагается Алена Андреева в линии обороны уже она находилась прострел есть и уже довольно серьезная суета возникает штрафной площадь чертанова нужно просто мяч вынести абы куда уже но тот факт что гости вжимаются даже не к штрафной а к вратарской должен существенно напрягать наставника гостей это Сергей Лаврентьев очередной угловой зарабатывают красно-синие я думаю что 10 угловых уже к этому времени пробили так сказать хозяйки Надежда Смирнова разумеется у мяча высокая подача вновь мяч выбит но не очень далеко отметим что Алана Чочиева остается впереди невзирая на то что способна головой сыграть еще один навес и здесь Ольга Белоусова играет на углу вратарской не позволяя в игру вступать Диане Пономаревой и принимает мяч тем самым на себя Петрова налево Черномырдина подача неплохая в касании нужен был удар а удар этот не сумела нанести Надежду Смирнова эпизод в общем-то Голевой если бы удалось приложиться к этому мячу центральному полузащитнику ЦСКА игроку сборной России и отворот пробьет Пономарева да хорошая была подача вроде бы ковр и держала Смирнову но вот и были возможности для удара Черномырди на хорошую позицию в центре поля выбирает адресует мяч вперед заставляя затем Диану Кузьмину бить в аут без оглядки тем же самым занимается и Ксения Джаникашвили утюжит красно-синяя чужую оборону продолжая усиливать натиск Черномырдина оставляет мяч в игре попытка пятки сыграть но вот как раз может быть оригинальных весьма неожиданных ходов от ЦСКА сегодня и не хватает но не хватает и скорости в четвером расположились в справа обороне чертановские девушки удар Мануйловы неплохой надо сказать по траектории пыталась закручивать мяч в дальний верхний угол Маргарита чуть-чуть не попала но я думаю что еще одну-две подобные попытки в ее исполнении мы увидим подчеркиваю Маргарита Мануйлова играет во втором тайме на позиции левого защитника плотный удар вообще-то выверенный подготовленный попади в дальний путь голу вероятно хорошо головой играет Солонович цепляется впервые вернее во второй раз за второй тайм за мяч он четче его которые тут же указания получают от тренерского штаба 14 минут уже сыграли команды во втором тайме 1-0 все еще в поле Сучерданова команда терпит держит оборону укрепляет цитадель которая была уже выстроена по ходу первого тайма вопрос насколько хватит сил неудачно головой играет Бессолова адресуя мяч левее там Беспаликова тут же на вес Черномортина получает мяч и бьет вторым касанием набьет выше ворот если и можно говорить о каких-то качественных отличиях игры в атаке ЦСКА во втором тайме от первого они заключаются в том что многие атаки имеют полноценный завершенный характер да не хватает ударов более нацеленных и четких но стало больше смысла в действиях красно-синих мелодия звучит от и до здорово Петрова короткая передача слишком слабая в направлении Ангене и в дайв пытаются длинной передачей Алану Чочи его отыскать подруги по команде Тодо разумеется спокойно на опыте длинный пас вперед борьба в центральном круге нарушение правил допускает Юлия Бессолова первый тайм сам по себе помимо именно игровых вещей о которых я уже сказал отличался невероятной жесткостью в ведении борьбы очень много было стыков неоднократно подача опасна как же мимо мяча пролетели на пару Безенкова и Ангене сейчас а ведь навес был очень неплохим с левого края сантиметры буквально данный эпизод решили в пользу Дианы Бономаревой да раз точка не хватило Ангене для того чтобы до мяча добраться будет замена вторая в составе Чертанова поскольку со скамейки этой команды был доставлен соответствующий бланк Алине Вахрушевой пока что гости продолжают вести борьбу Ксения Джинкашвили сегодня без разборов подкаты летит но пока что действует надежно прострел выбить мяч нет нужно им подорожить так посчитали вроде бы белосиние тут же потеря в исполнении комиссаровой подача положение вне игры во-первых во-вторых Диана Пономарева вовремя сыграла на выходе Анастасия Тренкина готовится к выходу на поле в составе Чертанова игрок в общем-то основы большинство матчей в нынешнем сезоне она проводила именно с первых минут в принципе это крайне атакующий полузащитник но учитывая схему полагаю в паре с Алланой Чочиевой будет она играть у нас очередной жесткий стык но поднимется Мануилова игру можно продолжать хотя в центре поля еще одна представительница Чертанова лежала но игра продолжается вынос Тренкина уже готова к выходу на поле и поменяет она Дарья Солонович передача вот и Солонович получает мяч контратака Солонович продирается дальше и ставит корпус но путается в ногах в плече нагоняет ее Мясникова и серьезную суметницу в действиях Солонович выносит перехват совершают армейские девушки на чужой половине поля Черномырдина не сумела передачу выдать но ее команда все еще при владении это фоу который совершает Алана Чочиева и замена так Анастасия Тренькина меняет Дарья Солонович Дарья Солонович играет Анастасия Тренькина он 24 вот и от изначальной пары нападающих в составе Чертанова ничего в общем-то и не осталось теперь Тренькина вместе с Чочиевой будут играть впереди это время подачи следует довольно короткая Мясникова ее исполняла подбор в глубине впрочем за армейскими девушками остается может быть и другой расклад по расстановке Чертанова после данной замены может быть Сергей Лаврентьев перестроит команду на схему 5-4-1 со сдвоенными флангами Тренькина напомню все-таки именно правоатакующий полузащитник на вес борьбу на втором этаже также пока не удается стабильно выигрывать красно-синим хотя количество подач весьма-весьма немалое нервничает и наставник Чертанова разумеется Черномырдина прострел пяткой пыталась дальше эту атаку продлить откатив мяч в центр штрафной Габиан Генена сегодня неоднократно уже во время отакции СК замечалось что какие-то мелочи в том числе и по технике мешают в определенных ситуациях эти самые атаки до ума доводить борьба на втором этаже Джаникашвили подталкивают Мануэла вон ИНФ не удается доставить мяч вперед схема пока остается той же Таренькина занимает позицию Солонович то есть второго нападающего играющего в глубине даже такой стандарт рассматривают в качестве перспективного в штабе ЦСКА раз дали команду отправляться вперед Алексеевой и Мясниковой и Маргарита Черномырдина должна закинуть мяч туда в штрафную площадь и вот подача неплохая головой играет Песолова опережая Мясникову именно в ее район и забрасывала мяч Черномырдина тут же контрпрессинг в исполнении ЦСКА мяч остается в поле между прочим и контратаку могут гости дальше проводить втроем на одного послевее от Чочиевой несколько динамику теряет эта атака обратная передача уже в офсайт в котором находилась Алана Чочиева перспектива была конечно широчайшая у этого контр-выпада втроем побегали на одну бело-синее даже до ворот не сумели добраться Сантриполе тут же перехват совершает Алена Андреева вообще отмечу сегодня их в паре с Ольгой Белоусовой которые вдвоем невероятный объем работы выполняют очень серьезный уровень борьбы выдерживают и в опорной зоне и помогают в защите особенно при тех многоступенчатых позиционных атаках которые проводят армейские девушки безусловно чрезвычайно энергозатратный поединок для всех сегодня но для Чертанова для команды которая в большей степени играет без мяча он особенно изнурителен 67 минута к концу подходит Чертанова все еще впереди прекрасную атаку потенциально голевую совсем недавно гости загубили Сложно конечно развернуться когда уже со всех сторон соперница теряет мяч Белоусова и контратака ЦСК Петрова удар смотрелось с нашей позиции опаснее чем было на самом деле в противном случае Пономарева среагировала бы атак взглядом Диана проводила мяч пролетавший мимо дальней штанги разные варианты сегодня уже применяли армейские девушки для того чтобы чужую оборону вскрывать были и дальние удары были и навесы были и атаки при помощи проникающих передач правда в меньшей степени но все еще основной вариант это давление вновь стык и травму получает повреждение во всяком случае Манулова ногу что ли сводит у Маргариты похоже на то тут же рядом оказываются врачи ЦСКА действительно сводит ногу у Маргариты Мануловой которая сегодня успела поиграть и на правом фланге обороны и на левом противостояние Мануловой против Джаникашвили во втором тайме вообще является одним из центральных по позиции по активности и по тому насколько часто мяч оказывается у ближней бровки Манулова продолжает получать помощь из врачей только уже за бровкой очень больно Маргарите может быть даже задумывается да замена будет врачи ЦСКА указывают на необходимость замены и Юлия Плешкова должна будет на поле появиться это ее функция ее позиция в это время Чертанова в атаке ставит спину Мясникова тут же Джаникашвили поддерживает атаку Джаникашвили прострел заблокирован еще одна попытка будет зарабатывают аут подопечные Сергея Лаврентьева который аплодирует своей команде не сможет Маргарита Мануйлова в этом матче участие продолжить по крайней мере жест врачей именно об этом сигнализировал пока наблюдаем за развитием атаки Чертанова на правом фланге не получается на весу Ксении Джаникашвили да бланк с заменой подготовлен Юлия Плешкова игрок молодежной сборной России составленной из огромного числа футболисток Чертанова в том числе вскоре на поле должна будет появиться передача уже вернулась на свою позицию Джаникашвили и мяч сумела остановить Маргарита Мануйлова продолжает прихрамовая еле-еле при помощи врача перемещаться на скамейку запасных здоровья мы желаем Рите и надеемся что удастся ей избежать серьезной травмы что ей удастся участие в матче Лиги Чемпионов принять ага аутполь за Щертанова сейчас желтую за разговоры и за активную критику арбитра получит Валерия Пизеркова нервничают армейские девушки все нервничают 20 минут до конца тайма аут в пользу Черданова продвигаются дальше по флангу белосинее закопалось на бровке тренькина развернулась спиной к воротам чужим еще кажется одно повреждение у футболисток ЦСКА имеется в это время контратака Черданова продолжается заброс налево прошел Говард оказывается впервые с первого тайма давненько мы Анастасию в атаке не наблюдали пас назад в касание удара удар Ольги Белоусовой прежде всего был призван избежать мгновенной резкой контратаки чтобы успели вернуться за линию мяча и она и ее подруги по команде а и замена Юлия Плешкова у бровки совсем скоро состав ЦСКА вновь станет полным все еще последние 2-3-4 минуты армейские девушки вынуждены играть в меньшинстве увы вторая вынужденная замена в составе ЦСКА Маргариту Мануилову меняет Юлия Плешкова И таким образом Юлия на своей родной позиции на левом фланге обороны оказывается и безусловно ей необходимо так же как и Мануилова активно где-то может быть даже агрессивно к атакам подключаться и их поддерживать чертановские девушки в последние несколько минут очень неплохо двигались на чужой половине поля мяч не покинул пределы газона и ЦСКА имеет возможность продолжать эту атаку заброс в штрафную площадь Бессолова сопровождает мяч бесконтактно за лицевую линию судя по всему последнюю доступную замену готовит Максим Зиновьев я говорю именно про тех резервистов ЦСКА которые способны выйти в поле а не в ворота одной защитницы а дальше передача в разрез на Тренькину не проходит передача эта была принята как раз таки Плешковой и в ответ атака тоже на скорости сходу при наличии пространства у ЦСКА передача ну слишком очевидно и просто аккурат на ногу Бессоловый мяч Карина Блынская адресовала и дальше по бровке она адресует мяч уже на Беспаликову Беспаликова паузу берет но все-таки подкат работает подкат который применила Алена Андреева замена в составе ЦСКА Дарья Яковлева видимо после уже углового все же выйдет сначала стандарт сначала подача 75-я минута все еще 1-0 в пользу Чертанова навес опасно удар перекладин на Добилоне будет пока нет выбивают мяч из своей штрафной площади чертановские девушки и причем точно на Алану Чочи его и корпус очень здорово грамотно ставит перед ней кажется Карина Блынская но продолжается игра Яковлева все еще у бровки находится в наив навес принимает мяч Черномырдина пусты ворота падает на газон Маргарита Бенальти Бенальти ставит Марина Крыпская реагируя на этот контакт реагируя на то что заваливали Черномырдину и пытались держать всеми возможными способами но и в итоге звук ударение о пластик мы только что услышали это реакция Сергея Лаврентьева пенальти дорогие друзья разумеется у мяча Надежда Смирнова контакт был падение было связь между этими событиями в наличии Рита Мануйлова вышла из коридора ведущего на поле посмотреть за этим эпизодом итак Надежда Смирнова против Дианы Пономаревой молчим Удар отражает мяч и что запирает нет еще пинаете нет не будет после этого падения пол фиксироваться Диана Пономарева тащит 11-метровый и возможно получает повреждение падает она на Касон отразив мяч прыгнула буквально под ноги под добивание которое было совершено тут же выбегают на поле врачи ну вот этот эпизод падение это было между прочим контакт тоже здесь был давайте посмотрим ну тоже эпизод не бесспорный с точки зрения фула в штрафной площади однако данный эпизод Марина Крупская оставляет без внимания Дарья Яковлева уже появляется на поле в то время как врачи Чертанова пытаются восстановить Диану Пономареву голкипера в резерве у гостей нет спешу напомнить ну а мы фиксируем тот факт что больше полевых игроков в резерве у Максима Зиновьева не осталось поле покинуло Валерия Безенкова это обратная замена вот это да вот это игра вот это событие Диана Пономарева конечно герой нет никаких вопросов отразила 11 метров и причем от кого от лучшего футболиста женской суперлиги этого сезона от Надежды Смирновой которая все четыре предыдущие попытки реализовала а здесь переиграть Пономарева не смогла дальше правда был эпизод чрезвычайно дискуссионный когда пытаясь ликвидировать возможное добивание прыгнула за мячом Пономарева и был контакт с той же по-моему Смирновой которая оказалась на газоне эпизод небесспорный нарушение правил допускают чертановские девушки в глубине и Маргарита Черномердин очередную подачу осуществляет и мяч никого не коснувшись уходит за пределы поля да спешу напомнить что до конца сезона помимо этого матча еще останутся три поединка для каждой из команд кроме Енисея и Звезды 2005 этим командам предстоит еще друг с другом сыграть матч перенесен ЦСКА опережает Локомотив на 4 очка на данный момент времени Локомотив играет завтра в Санкт-Петербурге возможно вполне вероятно эту игру сейчас смотрят Елена Фомина и ее подопечные отворот Диана Пономарева неоднократно сегодня свою команду спасавшая и после моментов которые с игры создавали армейские девушки и после невероятно опасного штрафного в первом тайме и после пенальти в тайме втором чертанова осталось держаться еще где-то порядка 10-13 минут до исторического по временам данного сезона события у Максима Зиновьева больше средств для вмешательства в эту игру не осталось в резерве остались только голкиперы две замены были вынужденными ЦСКА давит ЦСКА атакует ЦСКА пытается моменты создавать иногда выходит но пока нулевая реализация подача удар угол 1-1 сравнивает счет сравнивает счет ЦСКА и побежали с мячом уже в центру поля армейские девушки стандарты красно-синих работают и нам показывают Юлию Плешкову подача да вы знаете Юлия Плешкова которая не так давно вышла на поле идеальную позицию в центре штрафной сумела занять пробила в ближний угол и спасти команду уже было не под силу Диане Пономаревой Юлия Плешкова 1-1 82 минута мяч ворота чертанова забила Юлия Плешкова номер 21 а я пожалуй обращусь к официальной статистике данного сезона дабы проверить а забивала ли в принципе в этом сезоне Плешкова нет это ее первый гол в суперлиге наше поздравление Юлии Плешковой 1-1 и тут же чертанова бросается в атаку это офсайт может быть по идее нет нет продолжает движение вперед Тренькина от нее мяч покидает пределы поля это отворот для Эльвиры Тодуа подгоняет команду Максим Зиновьев дабы та ускорилась дабы как можно быстрее мяч вперед был доставлен и тут же на газоне в горизонтальном положении оказывается Ксения Джаникашвили и у нее тоже похоже сводит ногу 1-1 поскольку пауза сообщу обо всех матчах которые заявлены на 11-й тур пока мы смотрим кадры с болельщиками завтра этот тур продолжится да и в общем-то завершится звезда 2005 примет Краснодар Енисей примет Рязани ВДВ и Зенит сыграет с локомотивом трансляцию этого матча вы также можете посмотреть на Триколор ТВ безусловно счет никоим образом не устраивает ЦСКА безусловно необходимо двигаться дальше увеличивать натиск давления добавлять в динамике дабы в оставшееся время постараться вырвать победу чтобы не говорили представители ЦСКА после этого матча во время интервью которое обязательно будет которое вы не имеете права пропустить я убежден в том что не думали красно-синее у нас пока желтая карточка крестника миссаровой была показана и стандартное положение черном ордена подача выпускает мяч из рук Пономарева но было очень жесткое столкновение и требуется помощь не только голкиперу Чертанову но и капитану Юлии Бессоловой которая также бесстрашно пошла в борьбу на втором этаже рубка сегодня дорогие друзья не футбольный матч а битва самая настоящая причем порой где-то даже в неком средневековом смысле этого слова да ну и требуется помощь оказать и голкиперу Чертанова и капитану этой самой команды тем временем у нас остается пять с половиной минут до конца основного времени второго тайма и еще где-то три-четыре минуты которые Марина Крупская компенсирует я завершу свою мысль так вот невзирая на все то что скажут Максим Зиновьев кто-то из футболисток ЦСКА по итогам этого матча убежден я что армейский клуб не рассчитывал за набранные в этом поединке очки такую цену заплатить биться до самой последней минуты иметь игровое преимущество но одновременно с тем не иметь возможности его долгое время в голы воплотить уступать по ходу матча уступать где-то примерно около 75 минут потерять двух игроков лишиться возможности кого-либо в принципе выпустить на поле со скамейки запасных из полевых игроков уже за 10 минут до конца этого второго тема хорошая передача нет офсайда без паликова навес головой играет комиссарова не так давно получившая желтую карточку и чертановские девушки пытаются все же со второй попытки контратаку нарисовать но этот пас не готова была принимать Алана Чочиева чрезвычайно драматичный напряженный эмоциональный матч мы сегодня смотрим первый поединок женской футбольной суперлиги в истории который транслируется в прямом эфире в сети Триколор ТВ и вот таким он получается и в атаке чертуанова сложно называть это что ударом что передачей надо возвращаться за линию мяча в глубину 1-1 впрочем в концовке матча который прошел в августе месяце матча четвертого тура женской футбольной суперлиги данного сезона подобное уже было и тогда в чертанове тоже хватало драмы есть передача на Петрову да режет угол Петрова с мячом удар по центру аккурат в руки Дианы Пономаревой все тяжелее конечно обороняться чрезвычайно уставшим футболисткам чертанова все тяжелее атаковать и под уставшим явно армейским девушкам но во всяком случае более свежих игроков на поле больше именно у Максима Зиновьева Сергей Лаврентьев к данному моменту времени лишь две замены совершил одна из которых случилась в перерыве Яковлева рвет правый край Яковлева и продолжает движение к лицевой подача отбивает мяч на угловой во всяком случае в превентивных мерах вступая в игру Диана Пономарева понимая что этот полупрострел полуудар полунавес могли и замкнуть еще один угловой Смирнов у мяча подача на ближний угол вратарской попытка удара застревает мяч в штрафной площади и выгоняет его оттуда персональными усилиями Тренькина Чочиев оцепляется за мяч в центре поля падает на газон аут лишь зарабатывает Черданова по итогам данного эпизода Сергей Лаврентьев пошел к границе своей зоны для того чтобы скомандовать подопечными вручную управлять их расположением на поле 89-я минута Черданова где-то в 5-6 минутах от того чтобы первые очки в этом сезоне набрать совсем молодая юная еще команда которая в течение прошедших 10 туров пыталась этого добиться и ближе всего к этому были именно в матче против ЦСКА подопечные Сергея Лаврентьева Более того еще и Черданова зарабатывает аут на чужой половине поля Две замены вынуждены у ЦСКА один нереализованный пенальти эмоциональная драматичная жестокая где-то порой рубка сегодня на главном поле стадиона Октябрь в Москве и пока 1-1 последняя минута основного времени этого матча перехваты контратакам может получиться у Черданова во всяком случае в пятером туда отправились к штрафной площади белосиний пас назад под удар возможный но можно и на правую атаку разворачивать подключается к ней Джаникашвили и готовит подачу вот он навес этот навес вполне способен был запустить и контратаку ЦСКА но в глубине первые на подборе подопечные Сергея Лаврентьева и только сейчас мяч они теряют но и одной конкретной передачи и начать контратаку не сумели хозяйки сколько три пять пять минут но учитывая замены учитывая паузы учитывая вовлечение врачей обеих команд на поле пять минут вполне объяснимы пять минут остается продержаться Черданова но я так об этом говорю будто бы прямо сейчас заперты гостья у своей штрафной площади напротив они пытаются идти вперед пытаются там на чужой половине борьбу навязывать и пять минут для ЦСКА пять минут во имя того чтобы избежать потери очков на финише этого сезона играйте да правильно но торопиться конечно же некуда гостьям длинная передача вперед от Кузьминой прием чей прием чей в итоге армейский хотя борьба была такая тоже на кране вмешательства главного арбитра заброс по бровке и мяч покинет пределы поля не успеет в район нахождения этого мяча Дарья Яковлева ну что дорогие друзья для дебюта на Триколоре игра у нас соответствующая лучшим визуальным образом рекламирующая женский клубный футбол в России в атаке ЦСКА Лешкова подача это в руки Дианы Пономаревой которая имеет возможность еще где-то секунд 15-20 на вводе мяча в игру сэкономить напомню в первом тайме на пятой либо шестой по-моему минуте счет в этом матче открыла Кристина Комиссарова во втором тайме на 81-й минуте счет сравняла Юлия Плешкова которая замкнула подачу со стандартного положения две замены вынужденные россыпь желтых карточек нереализованные пенальти Надежды Смирновой масса дискуссий в том числе которые ведутся и футболистками и тренерами по поводу тех или иных решений арбитра нервная напряженная эмоциональная игра предстала сегодня пред нашими очами весьма и весьма неожиданно учитывая все возможные предматчевые расклады учитывая положение команд в таблице мяч в игре остается да три минуты почти уже миновали от начала вот этого отрезка компенсированного времени Бесолова браво великолепный баланс великолепная работа корпуса и мяч вновь у Дианы Пономаревой тоже сложно понять как этот матч оценивать с позиции Чертанова прежде всего сейчас желтую получит Максим Зиновьев за очень извиняюсь говорит Марина Кровская но другого выбора у меня не остается слишком много слов довольно резких эмоциональных вот не знаю как вообще этот матч рассматривать с точки зрения Чертанова с их взгляда на эту игру как потерю двух очков или как приобретение одного учитывая то как все развивалось замена Алана счетчего покидает поле вместо нее Мария Козик ну и что развязка нас ждет кажется штрафной удар в пользу ЦСКА последняя из пяти компенсированных минут ко второму тайму заброс Чжикашвили скидку назад какую опасную совершает но вновь своевременно моментально выходит из ворот Диана Пономарева и мяч фиксирует 30 секунд но должно быть еще плюс 30 в силу замены которую произвел Сергей Лаврентьев в эти компенсированные пять минут Тренкина первая на мяче да но здорово работает Петрова двоих оставляет неудел и дальше передача в разрез по флангу а вот еще в наличии у ЦСКА есть время на одну атаку и не успеет к этому мячу рвануть Маргарита Черномырдина которая не ждала такой передачи и звучит финальный свисток один-один сенсация самая настоящая на старте одиннадцатого тура женской футбольной суперлиги Черданова зарабатывает первый балл в этом сезоне первая ничья для белосиних которая при определенном раскладе могла обернуться победой но не срослось один-один Ковестина Комиссарова в начале этого матча первым же ударом в створ открыла счет и на 82-й минуте счет сравняла Юлия Пешкова повреждения получили Анастасия Пастеева и Маргарита Мануйлова не реализовала во втором тайме пенальти Надежда Смирнова великолепнейший матч провела Диана Пономарева предполагаю лучший в этом сезоне и по праву Черданова сегодня увозит с чужого поля из чужих стен один первый долгожданный столь ценный набранный балл два очка теряет ЦСКА интрига в борьбе за чемпионство закручивается с новой силой ЦСКА 4 ноября напомню дорогие друзья проведет исторический матч в первом раунде квалификации Лиги чемпионов против Таллиннской флоры игра пройдет на веб-арене начало матча в 17.00 по московскому времени поддержите армейских девушек в этот невероятный день ну а я пожалуй на сей момент буду с вами прощаться об одном лишь скажу что в следующем туре ЦСКА 8 ноября сыграет в гостях с Рязанью ВДВ а Чертанова примет Зенит для вас работал комментатор Сергей Курманов всем большое спасибо за внимание думаю что игра вам должна была понравиться совсем скоро интервью с наставниками команд и представителями Чертанова и ЦСКА вам желаю всего наилучшего желаю оставаться внимательными и здоровыми до новых встреч советую не переключаться в самое ближайшее время интервью действующих лиц этого невероятного поединка пока-пока верим в команду 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...